здрасте господа начинаем сегодняшний вебинар как всегда по пятницам и так он у нас называется раскройте свой внутренний дзен прямая трансляция по психологии и самопознанию такое сегодня название выдал мне g5 чат поэтому значит на то воля бога и так марико пирус витаемый на риме спонсор да спасибо мария пирус что вы стали спонсором моего канала большое спасибо а сейчас сегодня начал отвечать на ваши вопросы и комментарии а у меня стоит функция вижу кто подписчика кто нет вы представляете такое большое количество людей которые есть у меня в канале которые пишут мне какие-либо комментарии не являются моими подписчиками друзья мои вы что обязательно станьте моими подписчиками для чего чем больше нас будет тем больше будет развиваться наш канал поэтому а я смотрю что у меня смотрит много не подписчиков обязательно станьте моими подписчиками что для этого необходимо сделать прямо сейчас под трансляцией поставьте или нажмите кнопку подписаться это же не сложно сделать и останьтесь навсегда моим подписчикам не только подписавшись на меня а став частью моего сердца ну что светлана рыхтик доброго дня уважаемый андрей андреевич низкий вам поклон за ваш бесценный труд у меня между пятой ступенью перерыв три года и теперь начинаю шестую ступень благословите давайте лариса мухер и не знают меня хотите здесь благословите благословите это нужно сказать какая вы молодец что вы прошли пять ступеней конечно же вы молодец теперь переходите смело на шестую пусть все получает марина дэла стояла здрасьте здрасьте ольга коригин корягин уже мандре андреевич на канале есть портрет графа сен-жермена почему его называют вознесенным владыка в чем на самом деле кроме известных фактов уникальность этого человека спасибо вам за знание на самом деле до 1930 года никто не знал о графе сен-жермене о нем едва и там чуть-чуть упоминали люди иногда в каких-то не таких не очень знаменитых книгах знаете в 1912 году там была книга написана немножко американская была книга написана по моему если я не ошибаюсь это было байерда спаллинга если я не помню жизнь и учения дальнего востока было написано в 1912 но по-настоящему такая наверное особенная популярность у графа сен-жермена началась тот момент когда создали общество эзотерическое в 1930 году в америке было создано общество она себя назвала обществом вознесенных и по-другому они назвали себя я есть 1930 году организовали это общество муж и жена по моему гай беллард и 1 беллард гай и 1 беллард они после этого выпускали еще и публикацию такой журнал который выпускается по сей день и одна из идей которую далее гай едно беллард своим своим людям которые приходили в их организацию которая в дальнейшем кстати стала сектой то есть их признали как секта то есть вначале они были эзотерическое сообщество которое в дальнейшем была признана сектой в америке также признана она сектой во многих странах кстати но это не имеет значение и это секта она называлась я есть и одна из идей ключевой идеи за идея заключается в том что они признали сен-жермена иисусом христом который был вознесен и после чего гай беллард сказал о том что он напрямую общается с вознесенным сан-жерменом который передает ему информацию он это назвал еще названием или таким словом ченнелинг после чего он напечатал целые произведения и книги такие обращения графа сен-жермена к людям с целью сделать так чтобы люди могли спасти себя что он говорил он говорил что человек который проживает на планете земля не может быть спасен на что была ориентирована эта задача ли его идея она была ориентирована на людей которые были христиане в америке было очень много христиан почему в тридцатом году потому что это был тяжелый период для америки так как был голод очень мало денег зарабатывали многие люди разочаровались христианстве не ходили в церковь потому что тяжелая жизнь была и судьба и после чего возникло данное вот такое общество она сказала о том что да иисус христос был но из-за того что это было давно он решил появиться среди людей в виде сан-жермена для того чтобы изучить и теперь сан-жермен когда воскрес он появился в идее биларда как новое воскрешение иисуса христа новое воскрешение учителя сан-жермена в ходе которого человек может спастись или вознестись как они говорили и не страдать на земле его душа будет спасена потому что весь мир он катится в там тарарым кстати сам билард многократно предсказывал окончание мира первый раз он предсказал что она произойдет сорок девятом году второй раз он второй раз его жена уже одна говорила алё да что там алёлю алё что там кто-то неизвестно женя все там слышно на второй раз жена его она позже говорила уже в публикациях о том что умерший ее гай муж гай билард он тоже стал вознесенным и передает информацию уже через него и те люди которые изучали и те которые стремились молиться потому что они дали целый ряд молитв а также приняли эту веру которая была верой в сан-жермена как во второе пришествие христа они могли вознестись именно из этого всего и появилось такое слово которое назвали вознесенным владыкой то есть вознесенный владыка был сан-жермен по мнению гай биларда а у сам гай было уже вознесенным учителем к ну типа тот был как как иисус христос а это был как зам иисуса христа и в дальнейшем люди начали следовать одна из идеи заключалась в неком таком восприятие фиолетового пламени потому что они постоянно должны были представлять себя фиолетовом пламени также основная задача это задача осознания себя как единое существо которое никогда не умрет то есть одна из задач которую ставили им это было спасение себя настоящего спасение себя который будет последователем сан-жермена и самого гая в том чтобы нести вот такое вознесение вознесения как они называют фиолетового пламя также была разработана целая система посвящений которая заключалась посвящение крещения посвящение водой посвящение через причащение к данной религии и посвящение через фиолетовое пламя вот таким образом бы произошли появилась на самом деле такая вот такая вот религия до момента возникновения этого всего сан-жермена и до возникновения книг о сан-жермане как собственно сан-жермене никто ничего не знал то есть небольшие урывки или небольшие такие гностические какие-то книги или небольшие уларные книги они в этих книгах иногда вспоминалось о том что был такой человек сан-жермен он есть в историях всевозможных так как был человеком который встречался или имел возможность прислуживать или входить в двери высоким вельможам так он приезжал и мог войти в двери королей там российской империи свое время он приезжал насколько помню к екатерине второй так он был вхож в голландскому королю к французскому королю к испанскому королю и так далее но и в дальнейшем его обвинили в том что он по моему голландский как раз король обвинил его в том что он могу путать или немецкий какой-то из королей генрих какой-то 4 наверное все-таки голландский и объявил его сказал что он является предателем после чего его посадили в тюрьму и он уже из этой тюрьмы не вышел но у него были последователи которые в дальнейшем написали гримуар он был издан в 1810 году это знаменитый гримуар последние слова графа сен-жермена которые вот где рассказывается о том как он сидит в этой темнице говорит о том что и дальше он дает прямое посвящение из вот этого посвящения именно из этой книги произошла определенная ветвь которая называется французская ветвь масонского ложа где одним из посвящений а именно первым посвящением является как раз данная книга гримуар графа сен-жермена последние слова о чем этот гримуар он буквально звучит так я сен-жермен достиг многого в своей жизни являюсь последователем последователем слов тресмегериста я тресмегерист если хотите тоже расскажу и в этой книге я хочу сказать о том как человек может добиться всего в своей жизни и дальше он говорит о неком посвящение которое не называется посвящением но подразумевает что человек который ментально или каким-то образом виде определенной такой затяжной медитации будет практиковать данное посвящение то он сможет стать частью или началом или там верхом вот этого масонского ложа также есть ряд после написанной этой книги появилась ряд таких же фолиантов публикации которые были естественно позже написано один из них был в 1912 году и второй в 1927 году разными людьми где объяснялись ступени масонского посвящения посвящения масонская ложа после прохождения конкретно данного посвящения самого сен-жермена ну о чем там говорится но буквально это выглядит так начинается это со слов я то есть я очнулся в темной комнате это темная комната открылась дверь там было вход в подвал я спустился в подвал на мне было темное одеяние я был весь мокрый идя по подвалу я нашел маленькую дверь в эту маленькую дверь я втиснулся но по подвал ушел долго в подвале там была сыра была холодно и так далее я зашел в комнату которая была квадратная впереди меня была синяя дверь сзади меня была красная дверь с левой стороны была черная дверь а с правой стороны была дверь белая которая сияла и слепила глаза я же решил пойти в синюю дверь но над дверью висела семиконечная звезда она очень сильно светила и она влетела в белую дверь я последовал за ней за дверью было большое поле там было большое людей многие из этих людей купались в воде я тоже искупался в воде и одел на себя белую одежду одел на себе белую одежду мне было тепло но тело было мокрым после чего я нашел еще одну дверь и а дворец я увидел дворец первые колонны были синего цвета вторые красные верхние были белые они стояли на горе медленно поднявшись на горы зашел в эти колонны там находился дворец в этом дворце описание такое после чего и дальше там вот есть целый набор вот таких ментальных идей то есть там во дворце когда он оказался в этом дворце были символы надписи также он увидел змею или зеленого змея который был которого чешуя было глаза при этом рубиново-красные сверху лежала книга с левой стороны стоял инкрустированный меч на мече было написано такие слова на алтаре было написано такие у змеи были написаны такие слова сверху я увидел еще что-то перешел туда и так далее тогда если человек это все представляет он плавно погружается в тяжелейшие формы обычно это делают с применением определенных наркотических веществ таких как копий и человек свободно который проходит такое посвящение ему очень несложно представлять все вот эти компоненты которые описываются а тот человек который начинает рассказывать или проводит такое посвящение называется клиром или идитором и таким образом такой человек который входит в это состояние ему навязывают эти идеи он плавно проходит как в картинках это посвящение причем там есть такие понятия как 6 дней что обозначает 6 минут находиться в состоянии 19 дней там у него есть место такой ванной в которой был насыпан песок я был в этом песке 6 дней выйдя еще погулял и вновь пошел песок но уже на теле остались там следы ржавчины осыпав себя ржавчина вышел еще раз но тело было мокрым также есть описание перехода реки между людьми миром богов это я начал плыть и мне было очень тяжело все с лица подкатился под после чего на лодке подплыл ко мне человек на нем была корона я же в этот момент сказал я славлю только будущее мне цари не нужны я живу ради господа славлю этого господа после чего человек который должен был его спасти утонул а его за волосы взяла высшая мистерия и подняла его нося по всей планете земля таким образом происходило вот такое посвящение плавно и заканчивается это все тем что он оказывается на подушке поворачивается по моему слева направо и видит на столе синюю ленту на которой есть изображено три символа масонского ложи при этом он одевает на себе вот эти символы одевает на себя капюшон вновь входит в дверь где оказывается в этом дворце где находятся уже три элемента которые объединены между собой это алтарь в виде зеленой змеи с рубиновыми глазами этого меча и и 6 или 7 конечно же не помню и масонского символа и это является как бы основой началом масонской ложи но при этом здесь есть нюанс если человеку ночью при этом приснится сон свадьбы то тогда он прошел посвящение если не приснится не прошел посвящение и как доказать приснится человеку сон или не приснится неизвестно мне приснился сон в первый же вечер я об этом не знал обычно не говорят посвященным и в тот момент когда говорят напиши или скажи какой сон тебе приснился то у меня после такого посвящения приснился сон в этом сне мне приснилась свадьба где в этой свадьбе это еще было до моего за 7 или 8 лет дома и ведь женить бы на софия александровне приснилась софия александровна и приснились дети и приснилась свадьба и потом к моему вот удивлению спустя время это свадьба у меня состоялась и когда я сказал что мне приснилась свадьба то и так далее являюсь ли я посвященным в определенное общество ну и что ну являюсь что и какая вам разница ну что все люди которые занимаются эзотерикой не чему-то посвящены являюсь ли могу ли я об этом говорить могу почему имеют такие посвящения в ходе которых людей не наказывает и являюсь ли я тем кто является рукой нет то есть я могу не делать ничего не для кого и никому не отчитываться то есть вообще никаким образом можно ли сказать что меня отпустили из общества путем многократно столкновений потому что у меня есть и посвящение масонские ложи и там мальтийские там и такие такие то от альберта и там кого только нет но это все из-за того что это многочислено то это не считается но сама эзотерика мне нравилось как я отношусь к как я отношусь вообще графу монт как я отношусь графу монте кристо калиостро тут кстати почему я вспомнил графа калиостро это тоже была настоящая фигура именно граф калиостро он тоже приезжал в тюрьму графу сен-жермену и у него тоже есть книги почему я это все знаю дело в том что я люблю эзотерику и я в ней путешествую и не забываю то есть у меня есть и фолианты и гримуары я это все прочитал я знаком с теософии философии знакомств высказывания графе сен-жермена бловацкой и знаком с публикациями бловацкой есть подписные издания бловацкой которые она выпускала в то время также есть журналы подписанные не подписанные а собранные еще того времени которые я тоже выкупил и тогда я люблю мне нравится эзотерика я люблю эзотерику люблю теософию мне нравится это направление мне нравится религия люблю христианство и буддизм мне нравится в целом я человек который занимаюсь даже вот таким делом который я это все применял и знаю все это с позиции прикладного искусства я знаком с системами к баллы много всего могу рассказать со смежными системами как это все как это все создавалось как изменялся сам зо гарди цира каким образом мы во что он превращался какие есть распачкования какие есть религиозные направления да это все интересно почему бы это не знать пусть это будет но я этого в школе не преподаю почему зачем зачем не имею права еще многие мои друзья когда был худой видео портрет сен-жермена говорили что у меня невероятное сходство с этим человеком я же сходство не вижу никакого хотел сказать я же лысый не лысые были этот человек уникальным те времена в те времена которые были древними мы очень часто можем прочитать о тех древних временах мы можем прочитать в таких фолиантах допустим в гримуаре который был выпущен 1810 году сейчас дай боже мне как-нибудь вспомнить допустим допустим ну допустим лидер макгрегор мэттерс 1888 году он жил и написал гримуар ключ царя соломона ну и так далее там мы хватает их в те времена особенно вот 1810 когда мы читаем эти старые гримуары то мы можем увидеть там слова такие что это там сходится там осел боится петуха лошадь боится дракона и скорее всего на то время были какие-то драконы второе описывается как происходят обряды и эти обряды которые описываются они описываются в виде того что там духи выходят или этом призывание духов или там создание духа ума за самый в печати соломона это видим там в кабле но в дальнейшем когда мы начинаем это все рассматривать и пробовать делать в этом мире оказывается что она так как тогда не работает почему а вот в чем вопрос дело в том что это мы можем прочитать более поздний теософии такой где есть объяснение также в калача критантри где есть объяснение влияния на нашей земле есть определенные периоды насколько я помню это периоды триста четырнадцать лет и 179 лет каждый период 179 лет поднимается энергия и опускается энергия колдовства поэтому поднимается энергия и колдовство и любая магия человека начинает действовать безоговорочно а потом проходит время и любая магия перестает действовать это время магии и сама амплитуда этого времени 300 по-моему триста сорок восемь лет вот так то есть триста сорок восемь лет когда магия максимально действует а потом когда магия перестает действовать и она перестает действовать именно поэтому такие появляются книги когда мы читаем что человек пожелал сделалось что-то или там решил и произошло или там поднял палец небо начали сыпаться там с неба мана небесная посыпалась или сказал да будет так и это произошло это было время максимального действия магии то есть это было магическое время сейчас плавно мы тоже движемся в сторону увеличения магии и находимся за сто лет до максимального проявления этой магии то есть я уверен что в тысячи в две тысячи там сто двадцать четвертом году появится огромное количество людей которые будут говорить я желаю чтобы в моей руке там появилась мандарин и это у многих людей начнется с легкостью получаться также многие люди вновь начнут более тонко изучать сами идеи но магия смешается совсем со всей вот этой системой с вот этим обществом она будет наверное более изучена чем до этого момента так как тогда изучить ее было невозможно было средневековья поэтому многие гримары которые мы читаем нас обычно удивляют потому что люди начали это изучать еще там 1900 в начале двадцатого века в конце девятнадцатого века и мы думаем как же это работало потом чертим что-то пробуем читаем телему или читаем кого-либо еще и ничего не получается и не должно получаться потому что как раз то время или тот период был один из периодов когда магия активно не действовала максимальный конец магии был насколько я помню в 1971 или в 1969 году и было сказано что начало магии конец магии это обычно войны поэтому мы как раз и переживаем начало магии и вот плавно это все движется вперед ну надеюсь ответил или на чичунины скажите пожалуйста что можно влиять через пятки человека что можно нарисовать на стельках обуви как быстро снять усталость и стоп у нас на стопе есть такие точки это . у нас на стопе есть крепление наши нашего сустава голени к стопе и он выражается в виде того что есть и с левой стороны и с правой стороны такие бугорки круглые которые рисовали на кедах и с левой и с правой стороны есть углубление самое глубокое над бугорком и под губа губу горком с левой стороны и над бугорком и под бугорком с правой стороны как бы внутренняя части внешне на внешней части бугорок если давить с правой на правой ноге на правой стороне на внешней части если давить бугорок исчезают психические заболевания связанные с депрессией а А если с левой внутренней части давить на бугорок или углубление под вот этой шишечкой, то тогда наоборот у человека появляется спокойствие, он засыпает вечером хорошо. А есть объединенная часть. Если разделить стопу на ровные четыре части, то центральная часть в середине стопы обозначает избавление человека от всех элементов напряжения. И напрямую связано с выдуванием проблем, которые связаны с нервной системой. Поэтому если локтем надавить на данную часть или каким-либо твердым предметом, чтобы человеку было очень больно, а человек при этом не будет сопротивляться, а будет терпеть до момента, пока у него появится пот. С моментом появления пота появляется сон после этого, человек хорошо спит, у него исчезают панические атаки, нервные эпизоды. Данная система не придумана мной, она называется Рольфинг, о ней можно почитать в интернете, вы можете перейти и с удовольствием найти все вот эти моменты массажа стопы. Рольфинг, которую разработали еще в начале, по-моему, 20 века. Очень интересная такая система. Но что можно делать со стопой для того, чтобы у человека изменилось все? Первое. Если у вас ноги пекут, то опускайте их в холодную воду. Если ноги замерзают, опускайте их в горячую. Если ноги у вас холодные, это говорит о том, что ваше физическое тело очень истощилось. Это говорит о том, что вы много работаете, много приседаете, и вам не хватает жиров и сна. В случае, если у вас ноги холодные, это говорит о том, что вам нужно греть. И это говорит о том, что у вас истощилась тоже нервная система, только в другую сторону, которая проявляется в том, что вам не хватает воды, не хватает сна, и у вас поднимается артериальное давление. Поэтому в первом случае, если ноги холодные и уставшие, вам меньше нужно заниматься физическими упражнениями и меньше физики. Больше спать и больше лежать. В случае, если ноги у вас холодные и остывшие, вам нужно больше физики, меньше сладкого и полностью устранить алкоголь. Дальше, что положить себе в ножки для того, чтобы везло в жизни? Нет, не так. Нужно наоборот, обязательно для того, чтобы везло, нужно помнить, человек есть животное. А животное, как известно, ходит без обуви. Вы никогда не думали, что обувь является атовизмом человека? Да, обувь это то, что отличает людей от животных. В большинстве своем одеть обувь на какое-либо животное невозможно совершенно. То есть, как бы вы ни одевали и сколько бы животное ни привыкало, оно рано или поздно с себя это снимет. Человек же в этом случае, даже обезьяну обуть невозможно. Она постоянно пытается это все с себя стянуть. Даже умная. А вот человек, он носит обувь, потому что оно согревает его и так далее. Так вот, чему я говорю, иногда ходите по улице босиком. Таким образом, вы сможете объединить себя и энергию земли. Кстати, хождение по траве является еще и хорошим компонентом для улучшения иммунитета. Массаж и так далее. Как по мне, то это действительно. Очень хорошо, единственное, не застуживайтесь. Ходите по гальке, ходите летом, ходите босиком. Это полезно. Ну и что же можно положить? Для того, чтобы выйти замуж в пятницу, в 5 часов вечера, необходимо в обувь положить любой цветок. Желательно тот, который вам нравится. Или к обуви прицепить цветок, который нравится, и носить его на себе ровно с 5 до 6. А для того, чтобы очень нравится кому-то, но не выходить замуж или не жениться, чтобы появилось что-то такое приятное, то можно ароматическое масло с запахом розы, шалфея или майорана, шафрана и любых желтых или оранжевых цветов накапать на обувь или в обувь накапать. И если носить, то носить необходимо с часа до двух, для того, чтобы кому-то понравится думать при этом об этом человеке. А еще, а вы знаете, что дальше такое смешное скажу и такой ужас вообще, который, наверное, не нужно было бы говорить. А вы знаете, что если вы целый день ходите, только не смейтесь, если вы целый день ходите и у вас потеют ноги, то вечером, когда вы придете домой уставший и снимете обувь и носок, если вы его носите, и возьмете палец и поводите между пальцев, дальше самое смешное, и глубоко понюхаете тот запах пота, который образовался у вас между пальцами, то одного раза достаточно, чтобы целую неделю не заразиться никоим образом болезнями носоглотки, ангиной и не иметь лихорадки. Вот так, оказывается, это работает. Ну и то только в том случае, если ноги не болеют, потому что там могут быть микозы, грибковые заболевания. Это тоже, кстати, является магическими приемами. И я тоже, кстати, когда-то это вычитал в гримуарах старинных. Татьяна, что можно нарисовать на пятках? Можно нарисовать цифру 2 для того, чтобы хорошо пройти через таможню. И цифру 5 для того, чтобы в жизни было, ну, очень, чтобы ноги вели к богатству. Татьяна Эмтер. Ученица третьей ступени, скажите, пожалуйста, есть эзотерическое влияние на заболевания кожи? Как, например, нехорошо себя чувствовать своей кожей, как это можно убрать? Уважаемая Татьяна Эмтер, я не даю такие советы, которые связаны с целительством на таких вот семинарах. Такие семинары имеют платную основу, и вы можете данный семинар пройти. Это либо мои марафоны, которые называются целительство, либо ментальные методы лечения, которые я публикую, или там обучение эзотерическому целительству и так далее. Ну нет, мне это не нужно. Дело в том, что обучая вот так людей, я в дальнейшем несу ответственность, а также меня за это наказывают. Поэтому только за деньги. Если бы вы мне написали, кто-то мне отправил 20 евро, отправили бы мне 20 евро и задали этот вопрос. Считайте, что его купили. Я бы вам ответил, а так смысл какой мне вас обучать. Вы просите, чтобы я вас обучал. Есть принцип жизни. Никогда никого не обучай бесплатно. Почему? Зачем это? Я потратил свою жизнь, чтобы это знать. Вы не потратили свою жизнь. Если человек нехорошо чувствует себя в своей коже, это говорит о том, что он не приземленный. Скорее всего, это говорит о плохой работе третьей чакры. Что такое третья чакра и как она плохо работает? Если плохо работает у человека третья чакра, то у человека появляется ощущение такое, что его никто не любит. Позвонил мне один мужчина и говорит, Андрей Андреевич, я уже 2 или 3 года занимаюсь эзотерическими практиками. Прошел ваши ступени, но у меня никак не получается больше зарабатывать, вообще хорошо зарабатывать, иметь много денег. Андрей Андреевич, можете мне подсказать, в каком направлении двигаться? Угадайте, какой вопрос я ему задал. Конечно, многие знают этот вопрос, который я обычно задаю. Я у него спросил, скажите, как много людей в мире вас любят? Причем так, не когда вспомнят, а любят ежедневно. Любят часто. Кто эти люди? Он мне после этого ответил, ну, знаете, Андрей Андреевич, мне что, не за что любить? Я говорю, нет, я же вам не этот вопрос задал. Вы уже хотите перейти в риторическую сторону вопроса. За что можно любить, как, да, и кто любит, и так далее. Мне, скорее всего, это неинтересно. Мне интересно количество людей, которые вас любят. И дальше ответ такой. В случае, если вас любят 10 человек, вам будет хватать, и любят ежедневно, вам будет хватать денег на то, чтобы ваша семья и вы жили, и у вас всегда хватало. В случае, если вас любят 100 человек, у вас будет больше доход, а если тысяча, будет еще больше, а если миллион, а если миллион, вы будете богатым человеком. А за что любят? За то, что кто-то делает что-то для кого-то безвозмездно. А почему это так работает? Да потому что куда течет любовь, туда текут и деньги, мои хорошие. Поэтому человек обычно говорит, я буду стремиться много зарабатывать. Нет-нет, стремитесь к тому, чтобы вас любили. А как сделать так, чтобы вас любили? Какой самый простой метод? Вот вы начитали мантры денег, прочитали или коды денег, и после этого деньги не увеличиваются. Первый вопрос, Андрей Андреевич, почему деньги не увеличиваются? У вас уже эта энергия, она как магнит установлена. Теперь вам ее необходимо запустить. Но она, попадая в вашу жизнь энергетически, эзотерически, должна прийти как любовь в вашу жизнь. То есть о вас должен кто-то подумать, что к вам хорошо относятся. Как это можно делать? Самый простой способ, пишите комментарии. Пишите комментарии с пожеланием счастья. Серьезно, заходите куда угодно, к кому угодно и пишите комментарии счастья. Как вырваться или какой самый простой способ вырваться? Как заблокировать деньги? Бухнуть, перейти в YouTube и начать оставлять плохие комментарии. То есть пишите «Урод, козел, ненавижу, дебил, тебя посадят, ненавижу, сволочи, там, ущербные и так далее». Ставите тюре. Это же читают другие люди. Так вот, те люди, которые читают, они усиливают это все. И после этого «Goodbye деньги». «Goodbye». Почему? Но много же людей проявляет хамство, когда пишет какие-то хамские комментарии, когда ненависть свою проявляет. Много? Много. Что они делают? Вы думаете, если мне кто-то пишет, там, «Что за клоун, дебил?» или «Кто ты такой, Вася?» или «Чтоб ты сдох?» или еще что-то. Я такое получаю ежедневно по 100 штук. Мне в целом все равно. Я даже не обижусь на этого человека. Почему? Я знаю принцип. Я знаю принцип. Знаете, я буду жить всем врагам назло очень долго. А также за счет такого комментария, из-за того, что я смогу стать богаче в тысячу раз. А тот человек, который это написал, он же станет таким нищим, хотя и так нищий. Знаете, как говорят? Нищий, потому что больной. А больной, потому что бедный. А бедный, потому что больной. А почему стал бедным? Бедным стал, потому что никто не любит. А больным, потому что еще и ненавидят. То есть в тот момент, когда вас никто не любит, вы станете просто бедным. А в тот момент, когда вас начнут ненавидеть, вы станете больным. Поэтому чем больше людей вас ненавидит, тем вы больнее. Поэтому не бесите, не проявляйте, без претензий. Это путь к вечному здоровью. Почему я выхожу и людям что-то говорю? Говорю, вы мои прекрасные, хорошие зайчики. Я всем желаю вам успеха, любви. Я обожаю вас. И хотел бы, чтобы у каждого из вас в жизни было счастье. Пусть каждый из вас будет счастлив. Пусть вы будете счастливы. Пусть ваши глазки, ножки, ручки, пузики, пупики, писечки, стопики, позвоночники, косточки. Пусть все выздоровят и не только у вас, и у ваших мам, и глазки у мам, и сердца, и ваших мужей, и сердца, и пипетки. Пусть все стоит, пусть все работает, пусть давление не поднимает. И дети пусть нормальными станут, и дети все мужского пола, и женского, и даже братья и сестры. Пусть всем будет счастье. Независимо ни от чего. Ходится. Вот сейчас вы, услышав это, фактически, а вас 10 тысяч человек, допустим, сколько вас там, ну где-то 1200 человек сейчас, смотрят одновременно. Вот 1200 человек в этот момент меня обожают. Ну приблизительно, можно поделить на 2 600. Вот 600 человек точно так же думает. Знаете, мне очень нравится, когда там Соло с ее мужем начали выступать, и говорит, о, сегодня спросили, кто такой Дуйко, ага-га, нам смешно, нам смешно, когда мы думаем о Дуйко. И Коля там когда-то выступал, Дуйко, ага-га-га. Да это большое счастье, когда человек, который хочет сделать тебе, или сказать о том, что ты какашка, смеется. Почему? Это же и есть защита. Почему? Потому что защита как раз заключается в том, что если ты видишь человека и боишься этого человека, то этот человек на тебя, скорее всего, подействовать не сможет. А в случае, если ты к нему расположен, так, кто такой Дуйко, ага-га, да это же все смешно. Вот так и есть. Если очень приятно, когда люди пишут, Андрей Андреевич, на вас смотрю улыбка. Когда человек улыбку вызывает, когда ему нравится, а что такое нравится? Любовь проявляет. Тогда, когда человек думает обо мне и улыбается, даже чужой, это говорит о том, что вот говорят чудак, там лысый чудак, гонит какую-то пургу и так далее. Но улыбка на лице. Почему? Потому что, несмотря ни на что, любовь течет в мою сторону. И я вам этого тоже советую. Вот сейчас я на 1400 раз или на 600 раз стал богаче. Это на протяжении 30-40 дней увеличит мои доходы. Раз в 500. Вот вам и магия. А еще. Ладно. Так вот, если у человека, если у человека есть ощущение, будто он не в своей коже, это не работает третья мантра, третья чакра. Третья чакра не работает. Как она открывается? Три пальца соединяются. Вот так вот. И три пальца человек прижимает вот так и сидит и произносит слог «рам». «Рам-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м». Или на выдохе рам, а на вдохе хья. другой вариант четыре пальца четыре пальца четыре пальца соединены первый палец вперед и большой палец вверх и точно также человек произносит я на вдохе и рам на выдохе рам на вдохе я на все правильно я на вдохе рам на выдохе и первое и второе или я ух я и первое и второе в комплексе открывает третью чакру если третья чакра у человека закрыта то у человека появляется ощущение что его не любят как бы это человеку не доказывали то есть говоришь человеку да люблю тебя ага я не верю говоришь нравится ты мне человек говорит нет я не верю и потом с таким человеком у которого закрыта чакра жить невозможно почему вот так не дай бог женися на такой женщине или замуж выйдешь жизнь и замуж выйдешь за такого мужчину а у него внутренние закрытая третья чакра ему когда-то сказали что там ты уродливая какашка и после этого человек верит в это то есть да мне сказали я точно это знаю все меня переубедить нельзя третья чакра забита молотком дверца и человек незнакомый увидел такую женщину и говорит ой какая она красивая какие у нее как вот сбоку вообще такая красивые глазки красивые такие прямо тону в этих глазах и она утром просыпается после свадьбы там проходит время и начинает это черт в грызть ее и говорит он не любит тебя потому что я некрасивая он все врет он врет сто процентов он что-то хочет наверное он хочет только секса но так и по-настоящему меня не любит все не буду с ним спать пошла все только ради секса да ему и секс не нужен он просто с тобой живет глаза нравятся и потом ты мне нравишься а в голове в это женщины нет я не доверяю как я могу нравиться если я некрасивая как же я могу нравиться если это третья чакра закрыта жить с таким человеком невозможно она может настолько быть закрыта что у человека происходит ощущение будто тело не моё не принадлежит вообще не интересно что попало они тело почему тело и венец этого тела это третья чакра чакра земли чакра рам это чакра благополучия наоборот встаньте перед зеркалом и целуйтесь а каждое утро но тема золотая давайте на золотая на и какие еще красивые лобик на какие красивые глазки знаю какой красивые щечки и говорите себе слова кому они нравлюсь у того нет вкуса кому не нравится моё тело у того тоже нет вкуса вообще все в сад подскажите пожалуйста какой крем от морщин мизония вы пользуетесь так замечательно свежо выглядите если это не секрет я не пользуюсь кремом мизония для лица никаким у меня есть одно средство которое я обожаю это называется гель для волос гиалуроновой кислотой я когда купаюсь мою шампунь у компании тибетская формула голову после чего беру на влажные волосы маленькое количество этого геля который называется гель мизония с гиалуроновой кислотой для волос и вмазываю себе волосы в мокрые и остается чуть-чуть и когда остается я себе смазываю лицо делаю я это ежедневно но не мою ежедневно голову голову я не мою ежедневно а делаю так утром для того чтобы расчесаться я смачиваю волосы как все мужчины вы наверное видели и смазываю этим геалем и окачку чуть и на руках чуть-чуть остается я ещё и провожу так два раза по лицу и делаю это ежедневно но сейчас вот последнее время уже и не смачиваю потому что волосы настолько воспитывается этой гиалуроновой кислотой что она настолько воздействует на волосы что раньше я вставал утром не для того чтобы расчесаться необходимо было волосы смочить сейчас нет я встаю волосы послушные их воспитала гиалуроновая кислота я могу сказать мизонии и свои гениальное удивительно красивой жене что она изобрела вместе это все исключительно через ее знания что она изобрела невероятный потрясающее вещество еще хроническое хроническое иногда появляющие все перхоть нету и дальше затылок который вечно у меня выпадают волосы там вечно дырка на голове как у всех мужчин видите сейчас нету почему за три с половиной где-то четыре недели использования все плеши поисчезали по вырастали волосы я могу сказать что это офигенно а еще смазывая лицо помогает избавиться от морщин поэтому если хотите знать что же так повлияло вот два в одном во первых большой объем во вторых потрясающее средство очень прямо рекомендую прям очень-очень здрасте у моей дочери анжелики было порчи вы помогли ее снять сказали надо будет еще раз семинар по через глаза практикует похудела очень подскажите пожалуйста порча еще есть я не вижу я не вижу жили к покажите я не вижу порчи конкретно не увидел катя кипчук ой куда улетели катя глибчук здрасте андрей дэч я в другой стране уже целую неделю стопа возле пятки очень болит сегодня сдавала первую часть экзамена завтра вторая неуверенная ли сдам возможно что боль от этого да это у вас на фоне нервного состояния вообще что с вами происходит вы не пьете вам надо пить водичку а также у вас там тромбозик сосуда возникает на ноге на фоне хронического парикоза что необходимо поделать помажьте уксусом просто обычным попейте аспирин просто обычный аспирин по одной таблетке или аскорбиновую кисту можно аскорбиновую кислоту аспирин после еды две-три таблетки в день на протяжении недели татьяна мтр 20 евро отправила таня пусть те 20 евро которые вы мне отправили умножится и станут до конца этого года двадцатью тысячами евро которые вы безвозмездно дополнительно сверху не ожидая этого получите пусть так и будет молодец у меня вопрос сколько детей мы приютим оставим на пмж спасибо за ответ но не менее трех не менее трех не нужно много будете очень разочарованы тем что вы делаете поэтому услышите меня расскажите о восьми благих символах буддизма аки там но белый зонтик катра белый зонтик катра обозначает материальное благополучие обозначает принимаю жизнь почему зонтик это событие в тибетской катра обозначает события события хорошие поэтому зонтик который представляется в буддизме человек представляет видео разноцветных таких красивых разноцветных колоров как сказать на русском цветов и и когда каждый цвет от события то есть чтобы только прекрасные события были это обозначает катра если ч катру такую носить на себе это у человека появляется прекрасные события отталкивая отталкивая зло далее далее что там еще суваримачья плывущие рыбки рыбки обозначают детей материальное благополучие дальше калаша ваза или бумпа калаша или ваза или бумпа это ваза с крышкой обозначает веру в то что семья и всех предки были хорошими обозначает веру в те то что все события которые были благочинные о том что вы каетесь в том что вы ничего плохого не делали тот кто носит вазу такую на себе у того не появляются негативные мысли дурня всевозможная тот почитает предков в семье любит близких ну и так далее и даже если своровал ему прощают шангха это правосторонняя раковина у меня есть левосторонняя раковина вот она не является буддийская шангха она у меня лево 2 как определить если берешь берешь левой стороной левой рукой то тогда она левосторонняя если правой стороной то правосторонняя левосторонняя она приносит жизнь человека успех материальный также пробуждение причастия к великому к счастью призывание любви особенно если это делать как раз вот сегодня в пятницу и как раз в это время потому что это венерианский день пятницу время венеры или проявление венеры для просьб это пять часов дня но можно и позже можно и в семь часов и мы подуем час пусть меня любят а а есть правосторонняя для пробуждения сознания настоящая тибетская шангха или сангха объединяющий всех моих учеников пусть и объединяются и пусть в их жизни будет только части видите она по-другому звучит что там еще бесконечный узел не помню как он называется или бесконечный узел обозначает ваша вера вера в то что вера в семью вера в то что будете верны вера в свои идеалы тхиваджа это знамя победы то есть это достичь чего вы желаете быть всегда впереди всех кто-то живет под знаменем семьи кто-то живет под знаменем тхиваджи тхиваджа это знание знамя буддизма то есть это основываясь на понятиях первопричины основываясь на понятиях проявленной доброты и так далее ну и последнее что там и последняя тхарма чакра колесо это восемь заповедей будды которые говорят о том что человек должен быть добрым теплым не убивать и помните первопричина хорошо относиться к близким ну и так далее то есть вот это 8 таких символов ирина юрчак недавно прочитал статью о том что овну нежелательно носить серебряные украшения так ли это нет это не так серебро относится к венере и к луне луна относится к воскресенью а венера относится к пятнице и в дни венерианские допустим в пятницу вас могут влюбиться а в воскресенье нет нет я спутал воскресенье это воскресенье это день солнца день луны понедельник и так понедельник день луны поэтому ношение серебра в понедельник приведет к тому что человек выйдет замуж или женится а ношение в четверг серебра приведет к тому что будут вас обожать или помириться хотите одевайте серебряную монетку серебро имеет очень удивительные качества она убирает любую порчу бесы и духи боятся страшно бояться серебра так если есть голодные духи которые находятся в помещении особенно они скрываются там где вонь вот если воняет где-то нужно найти источник этой вони и на это место или рядом положить серебряную монету его не исчезнет почему считается там где воняет там находится голодный дух голодный дух это умершее существо и это умершее существо но не может переродиться его душа она не может переродиться но ткани которые гниют в эти ткани они создают такой же запах у этого голодного духа поэтому если дух уже распался гниение не будет но он может пахнуть еще и тлением то есть сырой землей уже одни кости лежат а там земля сырая там может пахнуть там морской водой значит в море где-то эти кости лежат и так далее и они обычно находятся такие духи в местах туалет кладовка положите в туалет или в кладовку серебре серебряную монетку и голодные духи будут убираться также духи считается что человек совравший или громко кричащий или плюющийся или еще сильно живая же сильно зевающий может очень широко открыть рот и в него может в рот запрыгнуть без дух но он не может пройти по 6 здесь огненная чакра тришала находится и он бывает в горле и это может быть дух который может спровоцировать быстро горящую паша дух горит ангину как справиться с таким духом нужно лечь и положить на вот это место горло там есть впадина под нашим яблоком положить серебряную монету если полежать то ангина исчезает если она вызванная духом обычно такая ангина возникает у людей которые очень врут поэтому если врут просто так то может возникать такая ангина тоже помогает кстати класс надо подскажите кто будет моим мужем кто-то же будет ученица седьмой ступени вы моя золотая снежана кто будет у снежаны мужем будет вообще у него муж мужчина будет светловолосый или даже лысый полный высокого такого не сильно высокого но широкенький такой и будет очень вам нравится свадьба будет он будет белом пиджаке а вы будете в платье которое будет расшита золотом вы взрослые да я так понял ну все супер хорошая свадьба хороший парень парень может быть даже из такой похож на украинца не не иностранец татьяна михалютина скажите андреевич подскажите как научиться брать на себя ответственность за что-либо просто страшно подвести людей или работодателей работодатели как брать ответственность брать ответственность необходимо тому человеку который является специалистом а если вы не специалисты беретесь за что-то то хотите вы или нет в этих людей подведете а вообще хочу вам сказать что вы скорее всего попались на манипуляцию потому что такие слова обычно или такие идеи возникают у человека которым манипулирует и в вашей случае не случайный так как это манипуляция ответственностью поэтому скорее всего вам говорят главное это ответственность они сразу же вас подвигают к тому что вы должны совершить обязательную ошибку для того чтобы в дальнейшем вас обвинить и наказать поэтому мой совет такой подумайте над этим что я сказал и подумайте нужна ли вам такая работа в которой заведомо вас готовят к тому что вы совершите ошибку и должны будете понести ответственность таша иванова изображение ваджи тату на себе можно сделать можно очень хорошие тату с изображением ваджры на себе единственное где не нужно делать не делайте такое изображение если сзади сделаете то тогда получите мощную защиту если спереди мощное благословение мир будет давать вам больше ваджа скрещенная должна быть изображайте ее в виде скрещенной ваджи тогда это будет своего рода как добавить добавить что-то хорошее и приятное в свою жизнь таша иванова витаем на рим не спонсор а вы спонсором стали отлично елена спасибо вам за это добрый вечер андрей андреевич и все колос на самый лучший учитель возможно здрасте андрей андреевич здрасте приятно вас видеть часть и счастья радость радость иришка шабалина здрасте андрей андреевич прошу вас пожалуйста поддержку на операцию ведь я не умру нет вы еще в этом году и в следующем и так далее ближайшее время не умираете а будете жить если бы я если было бы не так я бы вам не ответить алена падалка или подалка спасибо за труд мне нужно продать дом в деревне до 60 лет или продолжать в нем жить вы его не продадите а если продадите он будет стоить мизерные копейки и те деньги которые вы выручите вы их потратите ни на что больше закрывать дыры за счет имущества но это глупость поэтому живите там прекрасный дом отремонтируйте его сделайте так чтобы в нем появилось тепло радость у меня когда-то была история сейчас они расскажу я когда-то был студентом в начале я поступил в училище и учился в училище когда я приехал и был в училище мои родители не могли мне помогать а училище было на государственном обеспечении и в этом училище было общежитие и у меня появилась комната из-за того что общежитие было девять этажей но количество детей училась мало и в общежитии были заселены только семь этажей ну и я один перешел на восьмой этаж и начал жить отдельно сам в одной комнате потому что не хотел жить вчетвером а жил в одной комнате 1 и когда я там жил я учился там два года и вот за два года и сделал там ремонт покрасил стены покрасил пол и где какие деньги появлялись покупал шторы там стол какой-то купил туда поменял кровать повесил картину и так далее не все все время приходили все ко мне приходили потому что я смог купить телевизор потом еще туда поставить черно-белый к сожалению в комиссионке за небольшое количество денег я подрабатывал в комиссионке помогал занести также мне в детстве научили паять это мог что-то поремонтировать там какие-то диоды или там лампы эти вечные рассыпались их держатели эти я знал где их можно было купить и перепаивал и за это получал деньги ну и такая вот история студента было было очень маленькие поступил в училище мне еще 15 лет не было даже родители отдали в пять лет в школу и мне только в ноябре сентябрь октябрь ноябрь исполнилось 6 но неважно и когда в училище этом начал учиться и это все сделал то мне все время смеялись ребята говорили зачем ты это делаешь для чего ты это делаешь это же не твое ребята все наши где мы живем это мой принцип жизни он у меня с самого детства я есть то что находится вокруг меня именно поэтому я стараюсь чтобы было порядок чтобы был порядок в одежде чтобы был порядок в вещах чтобы было упорядочено я этому уделяю время это такая особенность знаете порядок в душе порядок в теле порядок во внешнем проявлении порядок хотя бы чистота и этом не очень в жизни помогает поэтому если вы живете сами или если вы живете в доме и думаете что он продать не продать займитесь им делайте так или наймите кого то как я это делаю чтобы уже вместо меня порядок делали или сделайте так чтобы были те кто этот порядок а вы контролируете этот порядок но порядок на первое место порядок и красота потому что где бы вы ни жили должно быть красиво вокруг поэтому зачем терпеть если это не твое сделай чтобы было твое продолжайте в нем жить сделайте так чтобы было жить хорошо я тоже жил когда-то в деревне и на андронаки так приятно исправить прошлое ошибки а сонечки исправить нашу красоту восхищаюсь вами спасибо алексій доброго дня андрій андрич можете побажать мені появилась девчина яка будет меня любить чтобы вы знали алексій десь сотня тысяч девчин молодого века таки как вы сегодня желаете желаете чтобы вы их выбрали и хотят этого что нужно для этого делать зайдите в инстаграм и каждый я вам понравилось поведомление отправьте так и мои очи не бачили такой ритки сною вроде як ты никогда до зустрічей обещаю из ста человек одна ответит а из тысячи десять а из десяти тысяч десять тысяч скажи эта популярность конечно вы когда-нибудь знакомы были с книгами сель сиклитов сиклитова и стрельникова конечно и да я читал о том что второе пришествие уже случилось о втором пришествии так много и так часто сказано и второе пришествие уже случилось в исламе у иудея второе пришествие несколько лет назад случилось машах появился по и нашли красную корову появился машах вначале объявили о нем после этого спрятали почему потому что считается что самое страшное что может произойти это смерть машаха то есть доказать доказали что этот человек является машахом после этого все раввины приняли у него приняли у него экзамен после этого посчитали его машаха мы поняли что он машах и решили сделать так чтобы этот человек не был популярным почему потому что прежде всего весь мир будет стараться убить машаха почему потому что в книге написано в торе написано что убийство машаха приведет к мгновенному появлению конца света поэтому машаха держит так чтобы о нем никто не знал его местоположение тоже спрятано но они его уже приняли как машаха такой человек уже есть что говорить о всевозможных общественных и религиозных нерелигиозных общественных организациях в каждой общественной организации уже по несколько раз были пришествия иисуса христа возрождение давайте вспомним марию дави христос и ее основателя белого братства до этого был еще у нас этот бородатый не помню бывший милиционер который сказал что он иисус христос не варфоломея как его там звали который на севере россии там находится да слушайте их каждый год появляется по 200 человек по 200 человек даже хаббард когда-то сказал в одной из своих вот таких небольших статей что если положить руку на сердце то он считает себя новым пришествием иисуса христа просто вот в такой реинкарнации послушайте да каждый человек считает себя только чуть-чуть начинает вылазить куда-то и начинает об этом говорить то есть у нас есть сейчас не у нас а есть сейчас придурок который начал войну против страны и этот человек придурок он является человеком вот как было сказано когда появится маша знаете тоже удивляет это когда появится маша кто найдется тот кто проявит свой сатанизм и сын сатаны начнет войну в ходе которой за первые три года убьет там 200 тысяч человек таким образом это будет доказательством а шаха ну вот маша появился двадцать первом году его спрятали после этого появилась война вот кто там эту войну сейчас свою это кто и руководит является проявлением сатаны ну все где доказательства есть старинные фолианты такие называются итальянские фолианты смерть сатаны там вы можете узреть фотографию сатаны которые сверху накрыт знаменем сатаны которым является знамя желто-черная полосочку до ватикан считает что именно такое знание является знаменем знамя сатаны ну что ж а стрельникова и сиклитова а после нее еще 250 тысяч человек могли об этом говорить и будут об этом говорить вся эта система она так устроена что каждый человек мнит себя экспертом и каждый человек который мнит себя экспертом пытается сделать вот такие предзнаменования и так далее у нас же есть люди которые общаются с нло есть целая сейчас книга вышла до подзорова вообще каждые там четыре месяца выпускает книги где уже есть география этих планет уже есть обсуждение общения и география а эти из планеты такое эти из планеты такое планета такая передала это так пусть бы передала подзорова и как сделать наше тело состоит из 500 тысяч белковых соединений и эти белки тысячу из них известны открытие каждого белка его соединения может открыть фактически ну колоссальные ворота для того чтобы в дальнейшем человеческое существо открыла для себя возможности и лечения и пусть напишет формулу инсулина потому что инсулина формула для того чтобы сделать синтетический до сих пор неизвестно или там какой-либо там там допустим дофамина или серотонина просто есть же заболевание нейромедиаторов когда серотонина не хватает даем стимуляторы а самого самого гормона не даем а надо было бы дать гормон вот пусть бы и написали как выглядит химическая органическая формула соединения этих аминокислот люди бы попробовали взять такие аминокислоты после этого их синтезировать попробовали бы по применять ну и нет она говорит просто вещи которые вот ни о чем просто ни о чем пусть бы давали информацию эту а там предсказать конец света ума не надо знаете еще булгаков писал книги собачье сердце там у них была повариха и вот она поворачивается и говорит все клянусь вам 3 числа 8 месяца земля нанесется на небесную ось что подразумевала фактически конец света помните у бабеля одесса и одесситы там есть такие слова когда маша говорит какие 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 красные советы это конец света ну вот где-то так говорит какие евреи какие советы конец света об этом и сказано для нее и как раз и произошел конец света юж расстреляли красные ну и вот сама история это вся она конечно ну вот такая знаете я бы на вашем месте не принимал бы это всерьез есть такие заболевания которые называются есть одно из заболеваний называется болезня кандинского клерамбо при заболеваниях кандинского клерамбо у человека появляется идея такая что что-то должно произойти и такой человек может придумывать историю то есть она может быть для него совершенно стопроцентно и досконально и удивительно хорошо сложено и то есть он может себе на придумывать что конец света что он видит иисуса христа что он с людьми такими общается и что вот сто процентов нужно там всем покаяться и так далее если в этот момент спросить у человека он будет голубыми глазами ли там своими зелеными глазами лекарями с абсолютно чистыми очами говорить вам об этом и он будет в это верить на сто процентов вот на сто процентов на сто процентов верит что соседи влияют на сто процентов верить что там что-то сыпят на сто процентов верит что новые там появился на сто процентов верить еще что-то но это же патологии На сегодняшний день количество психических патологий и людей, которые латентно болеют данными заболеваниями, их настолько большое количество, я даже, если я говорил когда-то, 13 лет назад, что количество людей, которые болеют различными синдромами, похожими на психические расстройства, будут расти, то я тогда предсказывал так, я уже тогда говорил, что через 10 лет, тогда я подразумевал, что это будет 2024 год, количество людей с такими тревожными расстройствами увеличится приблизительно в 100 раз, может быть в 200% и так далее. Но я ошибался. Почему? Потому что больше болеют. Сейчас найти здоровых психических людей, у которых нет истощения центральной нервной системы, найти людей, которые могут спокойно заснуть, найти людей, которые не имеют мнительности, не имеют резких страхов, не имеют расстройства пищеварения, не имеют заболеваний, связанных с нейродермитами или с синдромом активного кишечника или раздраженного кишечника, которые не имеют проблем с тремором, которые не имеют проблем со здоровьем, которые связаны напрямую, на 100% с истощением нервной системы, практически невозможно найти. Даже дети уже этим болеют. Поэтому за этим будущее. А вы потом... Человек написал, кто он этот человек? Есть ли у него освидетельствование врача, психиатра? Ну нет. А кто ее написал? Кто-то написал. Почему? Относитесь к этому как к проявлению конституционного, конституционного права людей. Какое? Каждый человек имеет право быть собой. Раз. Второе. Свобода слова. Каждый человек может что угодно говорить, кому угодно говорить и как угодно говорить. Если человек сам верит, но это же не значит, что вы должны в это верить. Даже если он на 100% утвердителен. Почему? Ну чуть-чуть должно оставаться и своего мнения, немножечко, знаете, персонального немножко. Пусть оно тоже будет. А что ж, если людей каждый день пугать и говорить, что конец света, конец света, конец света, то все будут ждать. Потом с кастрюлями выйти, постучать, сказать со всех миллион. Все, мы конец света убрали. В честь вас поставят памятник. После этого поставят памятник тому, кто в 2024 году закончил конец света. Вот памятник пяти тетек с кастрюльками. Они спасли человечество. Почему? Все человечество верило, что вот 31 мая случится конец света. Потом эти четыре человека громче всех об этом говорили. Потом они сняли видео, где сказали, прямо сегодня мы обратимся к великим силам, к кандибобера, которые помогут нам, постучим к кастрюле, скажем мантру, которые нам дали, и конец света завершится. Не опровергнуть, не доказать. После этого сказали, сделали, конец света завершен. На том месте, где они это сделали, поставили памятник. Была ли такая история? Да. Где? Вспомните историю Блаватской, Лэдбиттер, Индия. Так памятник есть? Да. И памятник есть. Все истории не модны. Все истории не новые или не новы. Все это не ново. Понимаете? Все не ново. А когда это не ново, это говорит, почему я знаю о том, что это не ново? Потому что я в теме давно и разбираюсь. А получается, люди свеженки или новые, которые не в теме, которые не знают об этом, которые не разбираются в этом, они как не знакомы с этим всем. Они попадают в религию и начинают молиться, верить, ходить. Это хорошо. Или попадают в какую-нибудь организацию, где там конец света, и потом только они спасут и все, начинают спасать. Пусть это будет. Когда у человека не получается. Вот есть же люди такие, которые родились и не могут два слова вспомнить. Есть люди, которые... Вот я в школе учился хорошо. А те люди, которые со мной учились рядом, вот я помню мальчика Олега, вот не давалось ему математика и химия вообще. Совершенно не давалось. Ни математика, ни химия. Да у половины такое было. И мне всегда казалось, как можно это не понимать, ведь это настолько же все легко и просто, ну невозможно было не понять. А были такие, которые в упор не понимали, вот смотрели как... Я тогда еще понял, что да, человек не виноват. Это не из-за усидчивости. Это вот то, что написано в Панишадах, это где в Махабхарате. Это говорит о том, что да, действительно есть такие люди, которые рождаются, и они имеют силу в другом, имеют силу любить, или имеют силу работать над тем, чтобы красиво плитку сделать. А есть другие люди, у них есть какие-то особые такие качества, они умеют запомнить языки. А кто-то умеет дар изучать точные науки, у кого-то еще какие-либо способности. Можно ли это изменить? Конечно, я считаю, что природу можно повернуть вспять, если очень активно над собой работать и сильно заниматься в этом направлении. Но кто-то же не хочет этого, знаете, и проживает жизнь, обычная жизнь, у него своя судьба, он там с неба звезд не снимает. И точно так же у людей, знаете, человек говорит, ну ты же этого не знаешь, ну зачем ему это знать? Он живет, и его это никогда не интересовало. И вот человек живет, смотрел там сериалы, сериалы, потом что-то случилось, он начинает искать. И ему говорят, вот Бог поможет, или там пришествие, или скоро вообще конец света. Информация попалась, он начал переживать, а у него еще и психическое отклонение, он начинает потом нырять в это все. Потом как вылезти с этого, неизвестно. Потом начинает изучать. Самое страшное, что может сейчас произойти, это выбор. Выбор человека, когда человек начинает выбирать, выбирать там, это знаете, в огромном количестве всего, что существует, от эзотерики с миллиардами направлений, до, ну, до теософии, и до религии, до разных направлений религии, и так далее. Это огромное, просто, ну, огромное, огромное количество людей. И, конечно, хорошо, конечно, многим вообще все равно, но кто-то и попадет. И потом, знаете, такой человек начинает жить. Хорошо, если это не деструктивно, хорошо, если от этого близкие не страдают. И плохо, если страдают. Даже хочу вам сказать, если ваши близкие очень страдают от того, что вы пришли в эзотерическую школу Кайлас, и смотрите меня каждый день, или там читайте мантры, и они от этого страдают. Я, как учитель, запрещаю вам находиться в эзотерической школе Кайлас. Если у вас есть выбор, жить как человек, любящий своего мужа или жену, или близких, которые вас любят, если этому мешает школа моя, эзотерическая школа Кайлас, то пошлите эту эзотерическую школу Кайлас в собор Парижской Богоматери ради семьи. Семья на первом месте. Услышьте это, я говорю вам серьезно. При выборе, когда у вас возникнет выбор, не дай бог, если такое произойдет, где придется выбирать между школой и семьей, между школой и женой, между школой и детьми или хорошими отношениями, какими-либо, выбирайте семью. Потому что наша школа, она должна облегчать жизнь, а не ухудшать человеку жизнь. Я считаю, что в случае, если не получается, если нет там чего-то, если не синергично это, то можно позволить себе жить, как и раньше. В этом ничего страшного нет. Поэтому этот путь, скорее всего, чуть-чуть подглядывайте, если захочется. Но так вот активно и так омраченно, если кто-то бесится, не делайте. Я хочу сказать, что моя школа, и я не призываю ни к чему своих учеников. Я не призываю защищать, не призываю молиться, я не говорю, что мы все вознесемся. Нет. У нас школа, после школы есть институт. Институт — это жизнь. Знаете, а школа — это временное обучение хоть каким-то там азам. Кстати, пока я не забыл, хочу сказать, что не забывайте, что сейчас, сегодня и завтра идет последний день акции. Последний день акции я удалю со своего сайта duiko.guru все семинары. Поэтому ни одного семинара, который был записан до 2022 года, вы больше не увидите. Этих семинаров не будет. И они останутся у вас только в случае, если вы их купите и оставите себе. Сейчас они идут со скидкой минус 50%. Поторопитесь, сегодняшний и завтрашний день последние. С понедельника этих семинаров уже не будет. И я их уже не опубликую нигде и никогда. Ни Сангая, ни всего остального. А дальше я буду запускать новые семинары, совершенно другие. Поэтому, если вы собираетесь оставить или хранить эту информацию для себя, поторопитесь. Ала Примак, вы лучшие, спасибо за прямой эфир, любви вам. Ой, спасибо. Как правильно работать с новыми символами Дуйко из книги? Просто ставите книгу перед собой и смотрите на них. Читайте при этом какой-нибудь код. Можно свое духовное имя произносить. Вот от любых видов страха поставили вот так вот символ, поставили вот так перед собой. смотрите в любую точку, на любое место и произносите там свое духовное имя. У вас, допустим, там Шри Гири. Шри Гири. Шри Гири. У меня Улар. 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 Или Улар Гесер. Улар. Гесер. Улар. Гесер. Вот таким образом я работаю. На самом деле Улар Гесер это не полное мое имя, потому что оно состоит из трех слогов. Почему? Если будете знать мое полное имя третий слог, то тогда на меня легко воздействовать, а я не хотел бы этого. Откуда происходит страх вождения автомобиля? Вот возникла необходимость ездить самой и побаиваясь раньше не в Гугу. Можете по теме вопросов. Спасибо, что просил. Он идет с самого детства и формируется годами. То есть сначала боялись показаться, а потом боялись, потом не хотели, а машины не будет. Это все страхи, страхи, страхи. Они вот так вот соединились. Чем убирается? С алкоголем. Перед тем, как сесть за руль, возьмите 50 грамм, выпейте и поездите где-то по селу, так, чтобы вас не остановило ГАИ. Если так сделаете на протяжении или один глоток виски или коньяка за руль, хоть я это и говорю вам как бы по секрету, то если вас в этот момент остановить и подуть, то у вас ничего не будет, ни перегара, ничего. Но ездите и не боитесь. Очень помогает. Самый простой метод. Сын мой боялся, я ему по чуть-чуть коньяк давал, ему было тогда 16 лет, выезжаем в город, он боится, его аж трясет. Я говорю, давай. Он, я не буду заранее, надо. Я ему прямо с фляжки так раз в рот чуть-чуть наливал родному-то в 16 лет, в 18 лет. И после этого научил. Он говорит, там мне уже не страшно. Теперь вот видишь. Главное научиться, главное знать правила, там их три. Дай дорогу дураку, с правой стороны пропускай и навстречку не выезжай. Все. Правила светофора, на кругу пропускай, на зеленую стрелку поворачиваю и едь без светофора. Там, где кирпич, не едь. Все. И главная дорога. И все. Светлана Бурляева. Что не получается без русских, надо общаться со всеми. Мне, я хочу вам сказать, Советский Союз это то место, которое сделало татар русскими, запретив татар. Запретив татарский язык. Сделало украинцев русскими. Сделало всех русскими. Но не спросило у татар, у калмыков. А вот смотрите, на сегодняшний день на территории Калмыкии и Ханты-Мансийского округа добывается самое большое количество нефти. Местное население Ханты и Мансы. Если бы эта земля, а она им по праву принадлежала всегда, они там были коренные жители, их никто не завоевывал, они там были всегда. То есть, если там Русь, Киевская, не Киевская, там Московское царство Ярославом было основано и так далее, то здесь можно там что-то говорить. то Ханты-Мансы, Ханты-Мансийцы, они всегда имели эту землю. Туда пришли русские, они забрали у них землю и добывают самое большое количество углеводородов, которые существуют на земле. Скажите, если бы там жили Ханты и Мансы, и эта земля была бы ихней землей, и в их количестве кем бы они были? Ответ такой, они были бы самыми богатыми людьми, живущими на всей планете. Почему? Потому что земля, которая им принадлежала, там никогда не жили люди, кроме вот этих племен Ханты-Мансийских. И если бы они там добывали эту нефть в том количестве, в котором добывают, они бы все были самыми богатыми. А теперь, когда вы говорите русский, вы о ком? Серьезно, вы о ком говорите? Я не могу этого понять. Где, вот смотрите, свобода слова, свобода вероисповедания. Возьмите Россию, в России на сегодняшний день живет приблизительно 17% украинцев. Скажите, где украинские школы? На 17%, на 140 миллионов, это приблизительно где-то 150 тысяч. 150 тысяч, их дети, ну, условно, 70-80 тысяч, должны учиться в исключительно украинских школах. татары в татарских, чуваши в чувашских, дагестанцы в дагестанских школах с не русский язык, а потом там чеченский, а чеченский язык, и как дополнительно русский, как часть культуры. На улице по-русски, а все остальное. Но Россия, нынешняя власть и русские в объединенном таком корне, они считают, что если ты стал русским, то разговаривай только на русском. А как же предки? Как же предки? Они ради чего жили? Они ради чего стихи сочиняли? Они ради чего умирали, защищая всех? Они защищали ради языка своего, ради каких-то ленточек, ради того, что у них своя культура была, идентификация своя. Нет, без русских нельзя. Да кто такой русский? Кто русский? Русский это тот, кто хочет, чтобы украинец разговаривал на русском. Почему? А если украинец хочет на украинском? Чтобы жили как мы, а если мы хотим как мы? Если я хочу жить, как я хочу. Если мне нравится, мне говорят, нет, так нельзя. Быть украинцем, знаете, я всегда помню, как украинцев называли хохлами. Я сколько был в России, я очень долго жил в России, меня никогда никто не называл украинец. Меня называли хохол-хохол, хохол-хохол, хохол-хохол. У нас кацапы не называют в нашей стране. Почему? Вдруг, везде украинцев называли хохлами. Честно это было. Почему русская культура и все самое офигенное это Москва и только в Москве лучший балет, а все остальные удивляйтесь. Только в Москве лучшие певцы, все остальные удивляйтесь. Все украинское по селам пусть поется, а это все позорно. Кто вам сказал? Украина хочет быть Украиной, она хочет украинские песни, она хочет по-украинскому петь, хочет разговаривать на украинском языке. Я хочу, чтобы мои дети в украинских бантиках. Я хочу, чтобы в оперном театре украинские постановки были, чтобы издавались украинские книги. Я хочу читать украинские книги. Мне нравится. Мне нравится. А что у нас происходит? Так это у нас. Какая разница кому-то? Да какая, вообще какая разница? Идентификация народа как народ имеет право на существование. Идентификация калмыков, идентификация бурятов, ну можно сказать, но они же сами решили. Так никто не спрашивал их, ни татар не спрашивал, ни калмыков, ни бурятов, ни ханты-мансийцев, ни чеченцев, ни дагестанцев, никого никто никогда не спрашивал. Никто, никого, никогда. А прийти и вырезать, знаете, для чего? Для чего вырезали ханты-мансийцев? Для того, чтобы нефть забрать. кого делают в итоге чтобы москва жила все остальные пошли в жопу ну вот конец знаете то есть огромная страна живет ради москвы и при этом еще а они прыгают так какая вам разница они ходили так какая вам разница да у них вот так какая разница вообще да какая разница я живу с соседом да мне вообще пофигу он там как он живет если он даже срет на улице если мне не воняет через забор то пусть хоть обосрется а что он говорит и как он там ходит и кому он поклоняется то пусть себе статуи черта там поставит и сам будет там в костюме черта хитом не пофигу вообще жена обижает милицию вызовет пусть сами разберутся слышали об этом нет вот нам без русских кто вам сказал что я хочу кто я людей хочу научить вот чему свое время 3 смегирис сказал быть добрым он сказал быть добр поэтому доброта почему я публикуюсь на русском языке и почему не на украинском языке потому что нам в советском союзе не дали шанса изучать свой язык не дали никакого шанса совершенно изучать свой язык и мы сейчас спустя годы спасибо что начали понимать что это тоже красивый язык и что на нем тоже очень красиво можно и петь и разговаривать и думать и что у нас есть культура что у нас есть культура обнимашек чтобы друг друга целуем что у нас есть друзья кумовья у нас есть теплые отношения есть украинские застольные песни что мы не хохлы оказывается украинцы и что мы хотим чтобы наши дети на украинском языке учились и общались на этом языке чтобы у нас были веночки чтобы у нас были праздники чтобы вот это все было мы живем на прекрасной земле у нас в культуре нету напиться к сожалению потому что залились бы и не было бы все пофигу и это все культура она должна существовать у нас есть культурные ценности у нас есть культурные лидеры у нас есть культура который которая была там а ну тогда вы бандеровцы я могу и в этом случае ответить бандера степан это тот человек который с 1939 года по 1945 год находился в концлагере до хал скажите фашистом может быть человек который находился в концлагере конец конец тут для того чтобы что-то говорить и верить дебилам нужно зайти в википедию или куда-нибудь да почитать знаете кто эти люди почему эти люди нет надо слушать дебилов я же говорю надо быть а когда вот это вы русские мы русские мы всех спасем русские кто а кто русские татары а кто русские а у татар спросили они хотят разговаривать только на русском языке а вы у чеченца спросили они хотят разговаривать только на русском языке а вы спросили у всех остальных они хотят только на русском языке хотят или вынуждены и люди говорят да все хотят не парьте себе мозги хотят только те кто находится в москве вот они хотят почему так легче управлять так легче доить и так легче делать из людей рабов вот конец почему просто если бы разговаривать на татарском не понимали русский то им бы говорили давай бегом он бы говорил я тебя не понимаю вот и все так получается страна ради русских мне можно сказать андрей андреевич а как же другие страны клянусь вам мне все равно вот мне все равно мне все равно как у них мне все равно как они мне все равно что они в китае тоже 100 наций и еще где-то так вот я считаю что если есть культура и она находится в какой-то стране то эта культура имеет право и и хранить если есть там допустим манджурцы то должны быть манджурские школы где основной язык должен быть манджурский а уже с властью общаться на китайском вот так должно быть там вот эти ваши мы русских без русских не надо общаться со всеми я русских на русском разговариваешь мы в советском союзе на русском общались с кем со всеми и нас обучали на русском языке общаться и плохо это а вот потом все разъехались и сейчас многие живут за границей и они кроме русского никакой не знают а я могу перейти на немецкий и могу перейти на английский язык может спилку вата си украинскую мова в том числе в тому наверное не знаю как это правильно сказать не идеально но тоже стараюсь еще могу разговаривать на арабском языке и на турецком могу разговаривать представляете но что от этого вот вы бы сейчас это смогли слушать и нас без русских да вообще все равно я не для русских я для для людей мира это рассказываю я не для русских это говорю это рассказываю для эзотериков понятно а если вы русские приклейте себе на лоб сделайте татуировку и дуйте на нее заколебали дей богу заколебали вы так этим кичитесь вообще так кичитесь имейте больные зубы плохие плохой доход больные зубы никаких прав при этом я русский узкие не русские заколебали тот случай который ходит сослушать спасибо лариса синицкая древич я верю в бога в душе но не вижу смысла ходить церковь для чего люди ходят церковь что они там приобретают есть понимание нравится то что говорю возьмите а удалитесь заблокируйте мой канал и больше никогда ко мне не приходите вам что-то не нравится что мало там кого слушать что когда в свое время иисус христос умирал и он пришел к своим ученикам первый разговор состоялся у него с петром петр был первым пришел к иисусу христу а как известно последним был знаете о коме иуда и первым был петр петр пришел к нему это было вечером они находились вечером деревне был теплый день и как раз перед пасхой и сказал ему иисус христос буквально он сказал ему вы все меня предадите и ты придашь том числе но не бойся когда меня распнут я после этого смогу воскреснуть это произойдет на такой-то день у у тебя есть вопросы петр ему сказала как же я как же все остальные он говорит послушай даже когда меня не будет все сказанное тобой мне мной будет услышана и передана на прямую бог отцу понятно и он говорит поэтому я даю тебе и дальше он сказал слово преемственность прямую передачу посвящение по-русски и петр основал в дальнейшем церковь которая называется католицизм почему потому что папа римский это преемник той передачи которая в свое время была передана иисусом христом петру петра как известно вниз головой похоронили знаете эту историю именно поэтому папская церковь имеет вид перевернутого вверх тормашками креста то есть нам кажется что это сатанизм какой-то на самом деле это не сатанизм это петровский крест иисуса христа распяли его распяли как мы видим петра распяли вниз головой и он умер за счет того что его распяли на кресте который стоял так что ноги были вверх а голова опиралась вниз и он в этом состоянии умер но те люди которые шли за петром они подчинялись петру как человеку которому передали и церковь произошла от петра и считается что все чему молятся молитвы эти приходят к папе а папа просит за что-либо напрямую у иисуса христа православие и много другую историю имеет православие был православие был иоанн иоанн летописец он же назывался иоанном богословом и иоанн богослов это дополнительная взятая как второе как дополнительный текст взятый как дополнение к евангелие где иоанн богослов верующий человек написал историю о том как каждый вечер к нему выходит иисус христос и обращается чтобы он передал эти знания христианам где он рассказывает о том как креститься какой будет от как это будет происходить и так далее и это в христианской православной церкви взята как основа религии или построения православной религии как бы дополнительная книга католицизм не воспринимает из-за этого православную церковь считая ее отступнической и как бы неправильной но тем не менее что происходит в церкви в церкви происходит вот что в церкви человек говорит что-либо и считается что то что человек произносит в церкви может быть услышана богом напрямую почему это дома не происходит считается что дома человек может общаться только с просьбами которые может услышать но это выглядит приблизительно так рупор это церковь а дома ты просто без рупора поэтому если один человек среди миллиона начинает или миллион человек сидит и тихо произносит сделай то сделай то сделай то в итоге не слышно никого а если из ста человек кто-то заходит и берет из ста человек встает один и кричит в рупор то тогда его слышно ну вот где-то приблизительно так это все и работает хочется в церкви пожалуйста у меня родственники татары сестры двоюродные метисы они разговаривают на двух языках никто не запрещает россии говорить на языках никто не разрешает говорить на татарском языке никто не разрешает говорить на татарском языке зайдите в магазин и попробуйте в магазине покупать что-либо говоря на татарском языке вы татарин вы имеете право говорить на татарском на свадьбе вы имеете никто не запрещает никто не запрещает но никто и не разрешает зайдите кому-либо начните у себя в татарстане разговаривать на татарском языке в магазине в метро в автобусе и делайте это вот решите для себя я татарин что я на своей земле не смогу разговаривать на татарском языке начните разговаривать и вы увидите как много проблем у вас возникнет потому что вам татарину на татарском языке начнут говорить замечания чуть-то ты на татарском языке говоришь тут между тобой есть русские люди выучить татарский язык скажите если живет 100 татар один русский то почему 100 татар должны изучать русский язык для того чтобы одному русскому было удобно может наоборот надо чтобы один русский изучил татарский как все разговаривал нет этого не происходит толкин нурбеков вы знаете у меня всегда в детстве балмаска родный костюм украинский вино у меня тоже сегодня была неприятная новость раньше плакала сегодня спокойно прослушая принял ситуацию спасибо за семена пожалуйста пожалуйста не хотелось переходить на эту тему мне она не очень нравится и тогда я за свободу я за свободу если бог создал таких людей у которых есть нации те люди которые хотят хранят эту нацию и есть земля которая на которой живут эти люди то пусть они живут пусть они хранят пусть они между собой это делают нельзя всех заставлять становиться русскими половина сейчас людей которые живут в бурятии не знают русский язык почему но эта земля была их просто вы не хотите открыть глаза почему не нравится это неудобно нам не запрещают вам не запрещают вам просто не разрешают остальным бурятам не разрешают везде разговаривать на бурятском а есть же маленькие нации которым не разрешают вот не разрешают и все они вот не в автобусах нигде не могут говорить вот приедет вот чукча в чукчастане я не знаю как эта страна там должна называться или ханты манс в тюмень приедет это всегда были его земли и начнет в магазине везде разговаривать на ханты мансийском ну что он на своей земле не может говорить на ханты мансийском языке нет у нас суммах из 30 школ только одна осталась украинская украинка и мне трудно говорить на родном никто это все время время расставит все на свои места время все расставит на свои места где есть страны которые смогли на многих языках разговаривая сделать страну преуспевающей это америка а где есть страна где категорически разговаривает на своем языке от этого не страдает это япония поэтому и такое и такое коренное населенное японии когда человек приезжает он допустим русский а вы знаете что в японии есть русские школы да потому что япония является той страной где не запрещают русским объединяться и строить церковь раз говорит на русском языке не разрешен не запрещают а теперь вот где 50 школ в москве где русские школы украинские школы сейчас на территории россии где они дайте мне хоть одну найдите сейчас а у нас сейчас война с россией и у нас есть преподавание на русском языке в украинских школах до сих пор у нас есть училище где преподают на русском языке и у нас есть лекторы которые в институте киева могилянской академии по сей день разговаривают и преподают на русском языке философию а в медицинской академии харьковской преподают на русском языке некоторые предметы вот экономику точно знаю поэтому не заморачивайтесь а теперь найдите мне в россии теперь найдите мне в россии институт где преподают украинцам на украинском языке школу и училище как у нас это делают да я хочу это знать найдите после этого то что вы сказали будет для меня подходить то есть я говорю что уважение есть а там есть ладно есть всегда о чем поговорить поверьте мне язык не на первом месте знаете если бы на сегодняшний день было потрачено несколько сот миллиардов больше 500 миллиардов долларов на то что происходит убита уже там больше миллиона человек и если бы взяли вот эти 500 миллиардов и поделили бы на 140 миллионов человек которые находятся в россии то получилось бы что каждый человек бы получил ровно по 2 миллиона долларов включая детей и взрослых вот если бы всем раздали эти деньги и сказали все кто хочет приехать нашу страну жить получат еще вот эти деньги поверьте мне большая половина русскоговорящего населения из моей страны переехала и войны бы не нужно было бы конец зачем тратить так много денег если нет ни дорог ни больниц педиатрии женские консультации без кондиционеров большинство регионов без газ официрования о чем вообще можно говорить зачем это то сделай прекрасную жизнь в своей стране нет один дурачок карлик начинает это все попало так это все раздражает германии живет множество нации в том числе беженцы из альянты всех официальный язык магазине транспорта учреждениях на немецком но вы знаете что в германии есть школы и украинская школа и есть польская школа есть польское училище я знаю что в германии есть польская школа польское училище механическое и есть и даже выше учебное заведение где можно получить на польском языке по выбору образования почему потому что большое количество поляков живет на территории германии в австрии есть на французском языке то есть в австрии можно получить образование на французском языке в Монако можно получить и на французском, и на английском, и на немецком. Вот вам. Третье, у нас много, если мы объединимся под вашим чутким руководством определенный день и час, сделаем что-нибудь, подумаем, подумаем, взмахнем, произнесем против войны, все нормально, люк. Можно это сделать так, если бы люди взяли, объединились, объедините их, собрались, и каждый бы заплатил. Вот если бы каждый заплатил мне миллион человек по доллару, я бы взял эти деньги и уже ежедневно делал бы исключительно только то, чтобы с утра до ночи работать над тем, чтобы вот это все прекратилось. Почему я не делаю это сейчас? Дело в том, что если я сделаю сейчас, то меня не будет через неделю, меня просто кокнут. Или сам умру от онкологии. Почему? Слишком большой буфер, за который нужно нести ответственность. Любые смерти — это жертвоприношение тем, кто нуждается в этих жертвоприношениях. Бороться с существом, которое поедает, молохом, который поедает 500 тысяч человек, или поела 500 тысяч человек, или миллион человек, или там 100 миллионов человек, одному человеку очень болезненно. Но если бы это было миллион человек, которые бы заплатили, которые бы внесли свою лепту, то тогда я бы мог это делать. Тогда я вместе с этими людьми уже являюсь силой. И вы мне при этом не нужны. Еще раз хочу напомнить, что прямо сегодня можно приобрести все мои семинары с 50% скидкой. И данная скидка будет идти только исключительно до завтрашнего дня. Поторопитесь приобрести Сангая со скидкой. А также приобрести семинары со скидкой. Великолепные, замечательные, старые. Потому что уже послезавтра этих семинаров не будет. Я буду записывать и новую школу, и новые семинары, и астральная левитация, и омоложение, и так далее, и тому подобное. Того, что было раньше, уже не будет. И вновь начнут появляться семинары, но они будут другие, по-другому и о-другом. Поэтому поторопитесь сегодня сделать свою покупку. И большое спасибо. Надеюсь, семинар был интересным.